Храм Андрея Первозванного и пруд на улице Ленинградской – это украшение Вербовского микрорайона. Вокруг не хватает лишь благоустройства. Детский игровой комплекс порядком устарел. Водоем нуждается в очистке. Местная депутата Дмитрий Бочаров Елена Климашина и присоединившаяся к ним помощник главы округа Елена Кабешова, посоветовавшись с вербовчанами, коллективно внесли эту территорию в очередь на дальнейшее благоустройство. Стоит острый вопрос о досуге и организации отдыха детей и семейного. И, конечно же, вопрос о детской площадке на данной территории. То есть люди данный вопрос поддерживают и отзываются с большим энтузиазмом, что здесь будет такое некое место, чтобы проводить время с детьми. В основном все обращения связаны с благоустройством. С благоустройством вообще микрорайона, микрорайона Вербовский. Хотят побольше детских площадок, хотят благоустроенные тротуары, хотят безопасные дороги. Не считая Окского парка и так называемого Белорусского рынка, за администрацией, где уже начались работы, в Мурме из 39 существующих общественных территорий администрации остается сделать всего лишь три. В их числе площадка перед Домом культуры Вербовский. Мы запланировали делать большую детскую площадку, комплекс большой детский. Восстановим полностью благоустройство вокруг пруда. Точнее построим заново. И облагородим сам пруд, почистим его, восстановим водоноснабжение. Здесь у нас получится очень красивая такая вот территория. Ну, собственно говоря, это то, что мне передали обращение от жителей, наши коллеги депутаты. Поэтому в план это включаем. Депутаты и помощники собрали подписи местных жителей, чтобы те могли вступить в программу по ремонту дворовых территорий. Всего за последние годы из 60 дворов на Вербовском были заасфальтированы 47. Люди откликнулись, все подписали документы. Мы их передали, нам пообещали, что все сделают. Будем надеяться, что в этом году. Также в микрорайоне Вербовский предстоит решить еще две насущные проблемы. Это парковка для автомобилей работников завода и строительство дороги до деревни Мишина. Большой вопрос, который нам надо решить, это вопрос парковки для автомашин завода приборостроительного, с тем, чтобы убрать их и из лесопарковой территории, и прилегающих улиц, сделать удобно самим заводчанам, чтобы им было близко добираться до проходной, ну и чтобы жителей это не раздражало. В принципе, варианты есть, так, чтобы все совместить. И в этом же году мы, кроме тротуара по Ленинградской, от 18-й школы до завода, также асфальтируем дорогу, восстановим ее, асфальтируем от поселка до древней Мишина. Причем сделаем это в ближайшие дни и установку предельщих полицейских. Потому что там основной поток людей, это, в общем-то, люди, которые идут к своим дачным участкам. Поэтому это нескоростная трасса, там не надо большого транзитного трафика, чтобы там ездил. Самую дорогу сделаем. И, конечно, задача вернуть розы, которые украшали микрорайон, тогда еще поселок, в послевоенное время. Они украсят улицу Ленинградскую после ее благоустройства. Ольга Келешина, Николай Молоденов. Наши новости.